На этот раз арт-пленер «Лето в провинции» приняли по-братимские мытищи. В мероприятии приняли участие семь художников из Смолевичского района Республики Беларусь, и столько же из нашего городского округа. Все они преподаватели художественных школ, колледжей, вузов, члены профессиональных союзов своих стран и просто свободные художники. Свои впечатления и эмоции от совместной работы белорусская делегация оставила не только на словах, но и вот в этих картинах. Когда сидишь и пишешь со своего места, то пробегают все века, которые в этом месте, со всеми теми событиями, которые в этих местах происходили. Таким впечатлением от храма Ивана Грозного, ну я даже, вы знаете, первый раз в жизни, когда я села писать храм, и мне захотелось помолиться. Я встала, помолилась перед этим храмом, попросила Бога, чтобы он помог нам в этой обстановке. В течение пяти дней художники участвовали в различных выездных мероприятиях. Посетили Марфина, известнейшую усадьбу Жостова, там поучаствовали в росписи подносов, обменялись опытом преподавания и познакомились с работами местных художников. Жостово – это отдельная история, потому что столько слышали о Жостово. Рассказываем детям, у нас по программе есть, по программе стоит рассказ о том, что такое Жостово и что там происходит. Но когда попадаешь туда, то понимаешь, что ты ничего не знаешь о Жостове. Посмотрели, потрогали, обычно в музеях нельзя трогать. Тут мы пощупали, потрогали, еще и сели, и сами это все нарисовали. Восхищение выше крыши. В общем, все красиво, здорово. За время пленера каждый художник написал по три картины. На прощальном вечере в честь отъезда белорусской делегации во дворце культуры Яуза была представлена часть работ мастеров из города Побратима. Эти полотна были подарены нашему городскому округу. Позже в историко-художественном музее округа будет организована выставка этих произведений искусств. Самое важное, как считают организаторы, на этих работах должны учиться дети, которые планируют в будущем стать художниками. Владение материалом и понимание состояния природы, состояния архитектуры, памятников. Ведь эти все работы, они же останутся в фондах музеев, в фондах, может быть, тех же самых школ. Они будут тем же методическим указанием в дальнейшем для детей, которые будут изучать. И это останется навсегда. Прозвучали слова благодарности в адрес белорусских художников и от администрации городского округа Мытищи. Мы говорим слова благодарности за то, что вы приняли приглашение, за то, что вы приехали. Я тоже, с моей стороны, хочу от себя, от головы поблагодарить, от моих коллег из администрации, за то, что это свершилось. Еще больше за тот дар, это ваше родное, чувственное, притворенное в материальные вещи, в картины, в полотна, остается у нас на Мытищинской земле, в нашем музее. Это дорогого стоит. Следующий пленэр пройдет на белорусской земле в Смолевичах. Теперь уже Мытищинские художники будут удивлять своим творчеством и видением прекрасного. Ярослав Ярославцев, Олег Степанов, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...